Уважаемые коллеги, я буду говорить на русском языке, если позволите. Как уже было сказано, я Маршевский Андрей, я ассистент Философского факультета Прешовского университета в городе Прешове в Словакии. В первую очередь считаю очень важным поблагодарить всех организаторов за возможность выступления на этой конференции и за подготовку этой конференции. Я сам член Словакского философского общества, мы ежегодно организуем конференции. Я знаю, сколько это работы, какой это длинный процесс подготовки, чтобы встречать, чтобы ученые могли встречаться на конференциях. Очень благодарю за это. И также уже с начала прошу огромное прощение за свой русский язык. Я в 84-й год рождения, в подсоветской эпохе я получал основное образование в эти 90-е годы, которые не были сахаром в никакой стране. И у нас всем было наплевать на все, что было русское или русскоязычное. В основной школе почти невозможно было получить образование в русском языке. Но уже с времени гимназиальной учебы я понял, что если быть, используя выражение Анны Ахматовой, хорошим сочетателем русской мысли, надо стремиться до того изучать этот язык. И я стремлюсь до того времени. Я надеюсь, что, хотя суть меню высказанного будет являться понятной, В своем выступлении, которое я назвал, немножко вдохновлен названием, а не содержанием известной работы Чарльза Сендерса Ферса, я бы хотел сосредоточить внимание на несколько моментов Соловьевского великомасштабного и единого сооружения или дороги, на которые, согласно названию моего выступления, именно половая любовь и проблема другого и других, человека и человечества, являются главными и самими важными вопросами. Выступление в докладе срехознение исходит основно из следующих работ Соловьева «Миссии любви», «Духовая основа жизни» и «Краткая малоповедь» о антихритте. Представляю то в своем докладе, как идеи Соловьева читают во мне во время моей конфронтации с работами Владимира Сергеевича. Я именно говорю о подходе читания обо мне, как читателю, значит, говорю о подходе, о котором пишет Морис Банчо в своем романе «Темный фома». Я говорю об этом, чтобы открыто признать, что себя не считают способным определить всю суть, всю истину наследия Соловьева. Половая любовь и другой человек являются, на мой взгляд, важными, а не важнейшими в создании Царства Божьего. Они важны в дороге образования Адама Второго или переобразования Адама Первого во Второго. В дороге, основой которой стоит дверь, в дороге, которая имеет две полосы в одном и том же направлении, как считаю, как участок автострады на одной картине. Одной полосой институциональная база, на мой взгляд, свободная теократия. Второй – полоса личная, персоналистическая, которые тесно между собой связаны. Эта дорога особого вида. Она строится теми, кто на нее выходит. Она даже никогда бы не получила свое направление, настолько она зависима от своих строителей. Это направление дано строителям не от себя, а от Бога. Но только они способны восприять эту задачу, принять ее за свою цель, как это определяет Соловьев в следующей мисле. Цитирую. Примущество человеку перед прочими существами природы – способность познать и существовать их. Каждый может стать живым отражением абсолютного целого, сознательным и самостоятельным органом всемирной жизни. Так как наследие Соловьева до сегодняшнего времени, так и эти дороги на картинах имеют качество безопасности, так как это в данных условиях является возможным именно, в примере, Каракурам-Хайвей, являются местом безопасности, опасным, но также вдохновительным своей красотой в пространстве мира. Дело не в том, что концепция Соловьева как такая недостроена, хотя об этом можно, конечно, не спорить, но соврещение человечеством похоже на недостроенность участков этих дорог по планам транспортных инженеров и архитекторов. Мы знаем, что надо, как это создать, что для нас является целей. Все-таки это не сделали, хотя есть поступки на дороге, но еще не построили и долго еще придет трудиться, любить. У каждого из нас, в истории нашей, сейчас и в будущем присутствуют препятства, как это веронское препятствие любви Ромео и Юлии, о которой Борнеман в своем «Опус Магнум», который писал в 18 лет, в предисловии своего лексикона сексуальности, говорит, что именно это место в Вероне является земным воплощением препятствий в любви. У нас всех один и тот же враг, как читаю, читая работы Соловьева, и этим врагом наш эгоизм. И его суть Соловьев определяет следующим образом стилы. Основная ложь и зло эгоизма нет в этом абсолютном самосознании и самооценке субъекта, а в том, что приписывая себе по справедливости безусловное значение, он несправедливо отказывает другим в этом значении, признавая себя центром жизни, как он и есть в самом деле. Он других относит окружности своего бытия, оставляет за ними только внешнюю и относительную цену, в конец цитата. В краткой повести о Антихристе также читаем, позволю себе практикуровать еще раз. Сознавая в самом себе великую силу духа, он был всегда убежденным спиритуалистом, и ясный ум всегда указывал ему истину того, во что должно верить, добро Бога Мессию. А то он верил, но любил он только одного себя, в конец цитата. Как видим, эгоизм – это проблема, и проблема эгоизма не состоит в том, в том, что мы мечтаем, в общем-то, или стремимся реализовать, совершить это. Это проблема отношения к другим, к людям, к другим, а не вне одном полностью воплощается любовь. Соловьев пишет, цитирует. Коренной смысл любви состоит признание за другим существом безусловного значения. Конец цитата. Между мною, моим я и другими, всегда присутствует какое-то препятствие, которое надо преодолеть. Cross the border, close the gap. Это название культовой легендарной статьи Лесли О'Фидлера 1969 года, хорошо выражает то, что нам в отношении к другим надо постоянно делать. Мы ежедневно воюем с искушением эгоизма, определенными словами. Некоторые люди способны это сделать вот так. И повторять это исходя из непоколебия моей веры, любви. Но на это способны только немногие. Большинство чувствует себя вот, например, так. Мы боимся, что большинство нас не способны не только сделать эти поступки ежедневной практики, а они не способны сделать первый шаг в направлении другого, открытия другому. Для всех этих мечтающих о неспособных в концепте Соловьема присутствует опора половой любви. Цитирую. «Есть только одна сила, которая может изнутри, в корне, подорвать эгоизм. И действительно, ее подрывает именно любовь и главным образом любовь половая». Конец цитаты. О ее характере Соловьем пишет, цитирую. «Я называю половой любви за неименем лучшего названия исключительную привязанность как обоюдную, так и одностороннюю между лицами разного пола. Могущими быть между собой в отношении мужа и жены, нисколько не решая при этом вопроса о значении физиологической стороны дела». Конец цитаты. Половая любовь является средством перенесения нашего внимания на другого человека. Направленную к другому находим также в следующей мысли Соловьева и Цитирую. Любовь важна не как одно из наших чувств, а как перенесение всего нашего жизненного интереса из себя в другое, как перестановка самого центра нашей личной жизни. Это своевременно всякой любви, но половой любви по преимуществу, конец цитата. Она, половая любовь, не нужна всем, но она готова помочь всем, для всех является возможной дорогой. Владимир Фоловьев в смысле любви также пишет, «То другое, которое должно освободить из оков эгоизма нашу индивидуальность, должно иметь соотношение со всей этой индивидуальностью, должно быть таким же реальным и конкретным, полнеобъектированным субъектом, как и мы сами. А вместе с тем, должно во всем отличаться от нас, чтобы быть действительно другим. То есть, имея все это существенное содержание, которое и мы имеем, иметь его другим способом или образом, другой формой, так, чтобы всякое проявление нашего существа, всякий жизненный акт, встречали в этом другом соответствующее, но не одинаковое проявление, конец цитата. Здесь видим, что другое является непосредственным условием осуществления настоящей любви у верующего человека. В заключении я бы хотел сказать, что исторический опыт показывает много примеров, то, как имя Бога было использовано для основания дороги в ад. Все люди, верующие и эти искающие смысл жизни, ежедневно выбирают, решают, какой дорогой, в каком направлении двигаться, как герой этой игры с конца предыдущего миленея. В этих решениях, на мой взгляд, может быть именно учение Соловьева полезное. Учение о том, что любовь и вера – это не состояние сознания или чувства, или убеждения, а ежедневная способность вести себя, поступать, соблюдая ценности, в которые мы верим. Это подчеркивает Соловьев в мотивах жертвы, и милостыни, и также посту в трех главах первой части духовных основ жизни. У Соловьева для нас важным является также то, что выражается этой мыслью из смысла любви. Против этих враждебных сил, уверующей любви, есть только оборонительное оружие, терпение до конца. Чтобы заслужить свое блаженство, она должна взять крест свой. Если идеи и идеалы Соловьева сразу не способны сделать нас хорошими, то смогут показать нам, какой героической задачей является любить веру. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...